Всех приветствую. Я Дорф. Сегодня шестой Галакси и будем решать одну немаловажную проблему. Очень часто приносят шестые Галакси со свернутыми разъёмами зарядки. Чтобы заменить разъём зарядки, как правило, меняют полностью целый модуль. Я уже снимал ролик на этот счёт. Сняли крышку, все уже зарядки не снимаются. Чтобы заменить данный нижний модуль, на котором находится много составляющих, кнопка Home, нижний микрофон, кнопки бокового меню, нижнего меню, и разъём наушников, и разъём зарядки, и антенны модуль. Тут всё. Нужно нижнюю часть дисплейного модуля отсоединить от нижней рамки, что сделать достаточно трудоёмко. Если же у вас полетел только разъём зарядки, то, в принципе, есть лёгкое решение, довольно простое решение, заменить только один разъём, что мы сейчас и сделаем. В последнее время меняю их очень часто. Итак, разбираем телефон. Чтобы заменить данный нижний модуль, который я показываю, мы берём порядка 40 евро у клиента, и то я считаю, это мало, потому что есть риск зацепить дисплейный модуль, который стоит достаточно дорого. Поэтому уже очень давно, как только начали приносить мне эти модели с данной проблемой, я стал менять непосредственно сам разъём. Извините, он несложно, но есть риск повредить антенну, повредить микрофон, поэтому, если будете делать в точности то, что я покажу, вы можете за 30-40 евро поменять непосредственно сам разъём зарядки, ну, или там больше, кстати, телефон у нас включён, осталось 2%, 2%, вот что у нас с самим разъёмом зарядки. Практически отсутствует, видите, да. Так, разбираем телефон, снимаем слот, отключаем аппарат, на последнем дыхании. Так, все винты открутили, вроде, слот достали. Отделяем рамку дисплейного модуля. Так, здесь ничего снимать не нужно. Единственное, откручиваем винтик. Откручиваем винтик, снимаем в одну сторону коаксиального кабеля, кабеля, чтобы не сжечь его. Аккуратно приподнимаем нижний модуль зарядки. Аккуратно, потому что здесь у нас, как видите, шлейф нижней кнопки меню, и вот здесь вот, следите за ними, чтобы они не приподнимались сильно, чтобы не надорвать их, иначе придётся менять весь модуль целиком, полностью. Вот так приподняли, вот как-то так. Далее используем защитный экран, всовываем внутрь. Для чего, понятно, да, для того, чтобы не сжечь рамку или дисплей. Поставили, поставили вот так. Далее, включаю фен. На фене выставляю 300 градусов, не больше, 280-300 градусов я всегда ставлю. Больше не оставьте, потому что можно повредить какой-нибудь из компонентов. Очень тонкий нижний модуль. Вот один раз при замене данного гнезда я повредил антенну. Пришлось менять модуль целиком. Уборовым были оборваны дорожки в самом модуле внутри. Поэтому больше 300 градусов советую не выставлять. Итак, друзья, для замены ставить будем... Ставить будем... Не скажу точно, что это за модель, но какая-то из трендов, из Samsung. Довольно старая модель. И сам разъем зарядки прекрасно подходит для Galaxy 6. Вот контакты разъема зарядки полностью совпадают. Полностью совпадают. Единственное, немного не совпадают посадочные ножки. Вот эти, которые мы отрежем. Отрежем только передние. Вот, задние вставим в отверстие нижнего модуля. Итак, включаем фен. Флюс 300 градусов. Соединили. Защитный экран вам не понадобится. Можно закручивать винтик. Обратите внимание. Видите, да? Контакты и ножки полностью совпадают. Вот они точно такие же. Разница, как вы можете видеть, это... Компаунд. Ну, компаунд можно залить, если я никогда не заливаю. Он не нужен. И вот этот хомут, верхний хомут с такими вот ушами. Снять его будет достаточно трудно, потому что он... Он закреплен самим, непосредственно самим разъемом. Точечной сваркой. Вот здесь, как видите, точечная пайка. Не знаю, как это правильно называется. И снять вы его просто не сможете. Да и нет необходимости его снимать. Я всегда ставлю так, и не бывает никаких проблем. Если человек хочет свернуть, то он его свернет. Поверьте, и этот хомут он не спасет. Итак. Так. берем оплетку убираем припой с центра и вот с этих передних отверстий задние можем оставить вот эти вот передние снимаем потому что именно передние отверстия мы будем использовать для посадки разъема зарядки добавляем флюс все готово остались остатки компаунда выбираем паяльником все поверхность готова далее связаем задние ножки вот эти вот или передние не знаю кому как удобнее называть их вот эти вот то есть оставляем те которые находятся непосредственно по близости с контактами вот такая беда у меня получилась можно подровнять вставляем 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...